На лекарства уходят деньги. За квартиру отдам. А на что я буду жить? Вообще существовать? Это к этому мы стремились всю жизнь. Работали. Сегодня, ну, Ранья Минеева весь день на таблетках. Давление подскочило после того, как женщина получила счет фактуру. Я никак не ожидала, что за эту однокомнатную квартиру, за отопление, которое недостойно отопления, 2166 рублей. Я считаю, это неправомерно. Квитанции с завышенными суммами получили все казанцы. За тепло коммунальщики выставили счет почти в два раза больше обычного. Управляющие компании нам пояснили, что ничего сверхъестественного в этом нету. Январь отличился сильными морозами, а счетчики в домах моментально на это отреагировали. Январь был в году, как понятно, что самый холодный месяц. Соответственно, следующие начисления будут снижаться. Самое главное, что никакого повышения тарифа за тепловую энергию не произошло. И летом жители за отопление платить не будут. На сегодняшний день тепло в дом казанцев поставляет три крупные компании. Казэнерго, генерирующая компания ИТГК-16. И у всех, как мы видим на таблице, разные цены. Как заявили сегодня в управляющей компании, ошибки быть не может. Людям придется заплатить за тепло в их домах. Андрей Трофимов, Айгуль Незамудинова, Роман Фенин, Эфир 24. Рай Донова. С понедельника по четверг. Премьера на телеканале Эфир.